Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я расскажу вам о потенциально самом сенсационном событии для криптовалюты в этом году. Год, конечно, еще не закончился и многое может еще произойти, но на данный момент я считаю эту историю самой важной для биткоина и других криптовалют. Также мы поговорим об Ethereum 2.0, об интеграции китайской столицы в блокчейн, на что китайские власти выделяют два года. Я покажу вам документ китайского правительства, переведенный на английский язык, и который это подтверждает. А закончим мы тем, что Россия всего 20 часов назад придумала про криптовалюту. Конечно же, мы посмотрим на движение биткоина и эфириума, который, кажется, скоро всех поразит. Поэтому, если вы считаете, что это интересно, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Это очень помогает и мне, и моему каналу. А мы начинаем. Первый на повестке дня – это анализ биткоина и эфириума. Про краткосрок биткоина я не буду говорить. Давайте поговорим о долгосроке. Эту диаграмму я взял из твиттера MMCrypto. Как вы видите, биткоин повторяется, или, как теперь модно говорить, рифмуется каждый цикл халвинга. Нисходящий треугольник сменяется восходящим. Затем происходит фаза длительной консолидации, резкий обвал, и после чего мы наблюдаем серию многочисленных тестов глобальной линии сопротивления. И, наконец, прорыв. И после него параболический рост. Сейчас мы прошли все эти этапы до серии многочисленных тестов глобальной линии сопротивления, которая тянется еще и с 2017 года и продолжается более 960 дней. Если биткоин успешно ее пробьет и закрепится выше нее, это будет огромный сигнал, что это то самое время, которого мы так сильно ждали. Я думаю, когда это случится, рост будет таким безумным, что многие не успеют на поезд. Я разделил график на три зоны. Биткоин уже прошел через три халвинга. В 2012, 2016 и 2020. Очень похожие фигуры. Мы видим здесь, что биткоин прямо сейчас готов к движению, которое в последний раз было 4 года назад. В октябре 2016, после которого начался исторический буллран до нового исторического пика. Это долгосрочное видение биткоина. Что касается эфириума, который сегодня потряс всех одной здоровенной свечой роста. Как мы видим, он очень хорошо преодолел первый уровень сопротивления после того, как находился в коридоре с начала июня этого года. И если рассматривать фигуру, в которой он болтался, как треугольник, то цель роста его цены равняется высоте треугольника. Это около 300 долларов. Это критически важный уровень для эфириума. И если рынок окажется слабым, то после достижения этой цели цена пойдет вниз. Еще интереснее выглядит ситуация эфириума против биткоина, где потенциальный эфириум может дать 30% по отношению к биткоину. Кроме этого, финальная тестовая версия эфириум 2.0 будет запущена уже через две недели, в августе 2020. Это в том числе означает и переход на Proof of Stake. Об этом рассказал руководитель платформы по запуску Дэнни Райан. После обсуждения с клиентами, следующая тестовая сеть будет запущена 4 августа, сообщил он в Дискорде. Это очень важное событие в жизни эфириума, которое потенциально может подстегнуть его на рынке. И не забывайте, имея 32 эфириума, залоченных у себя на кошельке, вы сможете участвовать в стекинге. То есть пассивно зарабатывать на эфириуме. И наконец, ребята, мы переходим к самой главной теме этого выпуска. Это чуть ли не самое важное событие в мире криптовалюты за этот год. И это даже не сразу можно понять. Американские банки сегодняшнего дня могут хранить и предлагать криптовалюту. Это прямая информация из уст регуляторов. Это огромный сигнал на хорошее будущее биткоина от американских властей. Я покажу вам официальный документ управления контролера денежного обращения США. Я всегда стараюсь находить официальные документы, которые подтверждают то или иное событие. Управление контролера денежного обращения, которое входит в состав Министерства финансов США и тесно связано с его правительством, разрешило банкам и финансовым институтам хранить криптовалюты. Законно и официально владеть доступом к ним и предоставлять кастодиальные сервисы для клиентов. Однако механизмы работы с криптовалютой, которые каждый банк должен разработать сам, должны строго соответствовать правилам и руководствам управления контролера денежного обращения США. На самом деле, еще с мая я ожидал чего-то подобного. Одним из первых стал банк JP Morgan, который начал сотрудничать с криптовалютными биржами. Например, первыми его клиентами стали Coinbase и Gemini. Забавно такое читать, когда помнишь, как в 2017 году генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон обзывал биткоин и всю криптовалюту мошенничеством, которая в конце концов закроется. В 2020 году банки хотят в криптовалюту, банки могут в криптовалюту. В 2020 страны разрабатывают свои собственные цифровые валюты. Этот рынок так быстро развивается, как раньше не развивался ни один другой рынок. До сегодня кастодиальными криптоуслугами занимались специализированные компании, такие как Coinbase, которым требовалась государственная лицензия на предоставление этих услуг. Теперь уже крупные регулируемые финансовые компании и банки могут вступить в эту игру. Все меняется прямо на наших глазах. И мы можем сделать вывод. Не только страны, но и банки не хотят оставаться в прошлом. В письме адресованному неизвестному банку отмечается, что банки, по сравнению с другими вариантами, которые существовали до сегодняшнего дня, могут предложить более безопасные услуги по хранению криптовалюты. Такие, чтобы инвесторы и просто пользователи не беспокоились о том, что могут потерять свою криптовалюту. Таким образом, банки сразу же выделяют свое преимущество, чтобы клиенты выбирали именно их. На самом деле, остановитесь и задумайтесь, насколько это большое событие. Вы даже не сразу поняли. Но это историческое событие. По факту, это не что иное, как признание криптовалют американским регулятором. Это принятие криптовалют американскими банками. Это одобрение цифровых активов одной из сильнейших держав в мире. И это еще раз наталкивает на мысли о том, что они уже точно готовы к запуску своего цифрового доллара. Думаю, такое событие точно достойно лайка. Это история, ребята. Нужно, чтобы ее увидело как можно больше людей. Давайте перейдем к этому письму от контролера. Отмечена дата 22 июля 2020 года. Письмо достаточно длинное. Я оставлю его в своем телеграме. Ссылка на него в описании под видео. Если захотите, можете почитать самостоятельно. Правда, опять же, на английском языке. Забавно, они даже прописали то, что криптовалюты не существуют в физической форме, а живут в децентрализованных блокчейнах. Я же хочу прочесть вам один момент из этого письма, который ставит жирную точку в споре, нужна ли криптовалюта и является ли она скамом. Да, в криптопространстве есть много скама. Но речь-то идет о самой технологии, а не отдельных ее представителях. Управление контролера денежного обращения США признает, что потребность банков в использовании новых технологий и инновационных способах предоставления услуг будет расти. Осваивая новые технологии, банки смогут продолжать выполнять свою историческую функцию в платежных, кредитных и депозитных услугах. Еще раз прочитайте это, и вы будете знать, что ответить любому криптоскептику. Управление контролера денежного обращения США, что является частью Министерства финансов, одобряет и говорит, что если банки не будут осваивать новые технологии, они могут просто устареть. Если вы следите за моими видео, вы наверняка помните разоблачения о Брайане Бруксе и его компании, которые замешаны не только в тайных махинациях, но и в создании цифрового доллара. Сейчас именно он управляет OCC, управлением контролера денежного обращения, а в прошлом он был юристом Coinbase. Брайан начал работу в начале лета и уже предложил целый ряд реформ, которые направлены на развитие и продвижение криптовалютных компаний. Например, именно он предложил банковские чартеры для финтех-компаний, которые связаны с криптовалютой. Об этом я тоже уже говорил в каких-то своих видео. Так что, несмотря ни на что, эта фигура на такой высокой должности криптовалютной индустрии очень полезна. И похоже, ребята, вчера ему удалось сделать исторический ход в американской истории, в истории криптовалюты и, скорее всего, в истории всего финансового мира. Сдвиги происходят прямо сейчас и уже не скрыто, а вполне себе публично. Достаточно просто поискать информацию. 2020 год, ребята, наполнен трагическими событиями, болезненными и даже смертельными потрясениями. Но как и писали Штраус и Хао в своей теории поколений, перед сезоном весны, когда цветут новые технологии, новое мышление и новый стиль общества, всегда проходят сезоны осени и зимы, в которых приходится переживать боль и слезы. Если вы не очень понимаете, о чём идёт речь, рекомендую прочитать их книгу «Четвёртое превращение», которое можно либо купить на Амазоне, либо найти у меня в Телеграме и читать совершенно бесплатно. Если же у вас на это нет времени, чтобы её прочесть, посмотрите моё видео «Кризис 2020» был запланирован 30 лет назад. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. А теперь я хочу показать вам копию документа правительства Китая, которую кто-то перевёл на английский язык. Документ слили в середине июля 2020-го. И к моему большому удивлению, почему-то в крипто-ютубе об этом никто не сказал ни слова. По крайней мере, мне об этом неизвестно. А это очень важный документ, который подтверждает, что Китай за два года планирует превратиться в цифровую страну, начав со своей столицы. На 145 страницах документа полностью расписан план превращения Пекина в блокчейн-хаб, то есть в блокчейн-столицу мира. И это достойно отдельного видео, которое я, наверное, сделаю. Китай двигается в направлении цифрового будущего с семимильными шагами. На первой стадии плана китайцы планируют массово внедрять блокчейн-технологии в малый бизнес и аэропорты. Далее Пекин создаст систему цифрового управления, возможности для обмена данными между предприятиями и обеспечит межрегиональное сотрудничество в этой области. Весь план будет осуществляться на национальной блокчейн-платформе. Уже в 2022 году столица Китая, Пекин, планирует превратиться в глобальный блокчейн-центр. В соответствии с этим планом, более 100 правительственных учреждений будут внедрять блокчейн для управления абсолютно всем, от высокотехнологичных предприятий до выплат и пособий. На поздних этапах выполнения плана будут предоставляться льготы для частных компаний, чтобы поощрить их участвовать в этом плане. Я хочу напомнить вам, что Китай также активно работает над своей цифровой валютой. Судя по всему, никто в мире так масштабно в этой области не растет, как Китай. Неудивительно, что и США начинают ускоряться, например, со вчерашним разрешением банкам хранить криптовалюту и предоставлять криптовалютные услуги. Время обычных денег подходит к концу, пишет Дмитрий Кузюк, создатель ресурса 2bitcoins.ru. Вскоре их заменят в цифровые аналоги. И, наконец, ребята, закончим Россией. 22 июля 2020 года российские законодатели, наконец, приняли основной криптовалютный закон, который так долго ждали и обсуждали. Документ дал определение криптовалюте, а также запретил ею расплачиваться за товары и даже рекламировать ее как способ оплаты тоже запрещено. Эти правила вступят в силу 1 января 2020 года. Несмотря на этот негатив, уголовную и административную ответственность из документа убрали. Но это не значит, что они не будут вынесены в отдельный законопроект. В целом, документ уже не выглядит таким драконовским, как в мае. Но в нем все еще наблюдается какая-то борьба, что ли, Центробанка России с криптовалютой. Ну вот почему весь мир как-то пытается принять и адаптировать новую технологию, а они пытаются бороться с ней? Это же, блин, нелогично. Разве не так? На этом все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok